Эй, на камне! Ты что там делаешь? Спросили из лодки. Работаю с мотровой колесницей, ответил торпеда. Плыть по реке это лучше, чем сидеть на камне. У меня есть одно свободное место, спускайся. Кузнечик волновался. Меня предупреждали. Стоит появиться одной улицке, к вечеру их будет две, а через неделю тысячи. Мест нет, найди себе другой камень, это частная территория, сейчас плюну. Давай, сперва глаза, потом голову и сразу ногу перекидывай, учил хозяин лодки. Эх, а я к нему уже привык. Береги себя, я буду по тебе скучать, кричал кузнечик вдогонку. Я Викентий, представился незнакомец и рассказал свою историю. Очнулся я, значит, утром на камне. Ну вот прям как ты. Только хоть убей, не помню, как там оказался. И начал вспоминать вчерашний день. Помню, был на пленере. Настроение было отличное. Как будто атомная бомба счастья взорвалась над ботаническим садом и накрыла все россыпью благодатьем. Сижу, никого не трогаю, вкушаю малиновую нектару. А малина вкусная, перебил торпеда. А то я как-то больше по лопухам. Ну так это почти то же самое, только как бы тебе объяснить, малина на лопухе вообще не похожа. И так, порхают бабочки, жужжат шмелики. И тут появляется какой-то слизень, объевшийся за бродивших слив. Наглый, как обезьяна. Я даже не заметил, как он подполз и прям через мой домик по голове ползет, вытаптывает ягоды. Я, конечно, пытался его поймать за хвост и объяснить, что это некрасиво, и интеллигентные брюхоноги и так не поступают. Да разве его поймаешь? Очень скользкий тип. Из-под носа ускользнул. Потом я с горя сам наелся за бродившие сливы и долго искал этого гаврика. Что было дальше, уже не помню. Очнулся камень, ко мне лодочку прибило. И я долго не размышлял. Сел и отчалил вниз по течению. Река утихла, но лодка намокла, и пора было найти ей замену. Ты глянь, сказал Викентий, какая посудина. Настоящий брик. И на борту вроде свои. Гребем к нему. Гребем к нему. Не стесняйся, а залез не плачь, сказал боссман. И сразу дал давать распоряжение. Один на клотик, другой на корму. Я на рост рштевень. Парусная врал. Навались и трави помалу. Так держать. Общими усилиями они столкнули корабль с мелью. Втроем плыть стало еще веселье. Торпеда разместился позади на корме, осматривал берега реки и думал о вкусе малины. Боссман высматривал опасности с мачты. Казалось, еще чуть-чуть, и его глаза вывернутся наизнанку. Он больше не хотел сесть на мель. Боссман знал много непонятных слов. Ими в основном и объяснялся. А если видел, что его не понимают, то смешно пущил глаза и делал ими подсказки, куда ползти, что при этом надо делать. А Викентий просто вытянулся, загорал и рассказывал друзьям древнюю улиточную легенду о том, что раз в сто тысяч лет выходит из моря на землю царь-улитка и равняет этот мир своей ногой под белый лист со всеми его обитателями. А зачем он это делает? Викентий спросил торпеда. Мудрость ее велика, и нам ее не понять, ответил загадочный Викентий. Субтитры сделал DimaTorzok К вечеру Амич спустился к самому берегу моря. Чтобы понять, что небо везде сенье, не надо совершать кругосветного путешествия, говорил Гетте. Может он в чем-то и прав, но очень хочется узнать, куда уходит солнце спать и кто поет ему колыбельную, и закрывает ли оно при этом глаза, и исполнится ли желание, если загадать его очень быстро, пока солнышко не проснулось. Сколько улиток закончило свой путь на этом берегу? А сколько даже не добралось до него? И все-таки интересно, а что там за горизонтом? Амич приметил наваленные камни, уходящие в море, и решил хоть на несколько метров подойти поближе к мечте. И тут из-за ближайшего валуна показался настоящий корабль. Ботсман с мачты тоже увидела меча и отдал приказ «Табань!» Поворот форда винт. Восемь румбов по траверзу увались, подходим галсами и швардуемся. Готовить оттяжку. Никто не понял, что надо делать, но все засуетились, и швартовка прошла удачно. «Эй, на рифе! Пойдешь юнгой?» «А вы куда идете?» «В закат!» Сказал Ботсман. «Ну, мне в общем туда же». И Амич стал аккуратно переползать на палубу. И тут вспомнил одну мудрость. «А вот Диоген говорил», начал Амич. «Знал я одного Диогена», перебил его Ботсман. «Так он всю жизнь под бочкой просидел, всем советы давал, как жить, а сам наружу так и не вылез. В общем, бестолковая была улитка. Давай, шевели поршнёй мазута береговая и отчаливаем, а то закат уйдёт под морские паёлы, а там его и не поймаешь. Гроздь теньстаксель!» «Всё это, мой маленький друг, ты бы легко услышал, если бы улитки могли разговаривать. Но улитки настоящие мужички, упертые и молчаливые. Делают своё дело и никого не слушают, и упрямо продолжают двигаться дальше». Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok